Может ли человек прожить без хлеба? Истори говорили, что хлеб всему голова. Мы привыкли уважительно относиться к этому продукту, и многие россияне даже представить себе не могут, как можно есть без хлеба. Между тем, в последнее время слышатся немало призывов отказаться от него в пользу стройной фигуры и здоровья. А можно ли в принципе жить без хлеба? Ну что ж, давайте сначала разберемся, какие же полезные вещества содержатся в этом продукте. Так вот, хлеб богат рибофлавином, неоцином, тиамином, биотином и другими витаминами группы В. Причем многие из этих элементов гораздо лучше усваиваются именно из хлеба, чем из других продуктов. Витамины группы В регулируют функции нервной системы, а их нехватка в организме чревата развитием депрессии и других неврологических недугов. Если вы вспыльчивы, плаксивы, раздражительны и быстро утомляетесь, это прямое свидетельство дефицита витаминов данной группы. Далее, в хлебе содержится витамин Е, который участвует в синтезе ДНК, стабилизации эритроцитов и мышечной ткани. Кроме того, витамин Е представляет собой мощный антиоксидант, который препятствует старению организма. Присутствуют в хлебе и полезные минералы. Взять хотя бы ванадий, в природе его вообще найти трудно, а между тем он участвует во многих реакциях организма, ну, например, в обменных процессах. Противников хлеба в основном пугает содержание в нем сложных углеводов. Но при недостатке углеводов нарушается синтез серотонина, благодаря которому мы успешно противостоим стрессам. В хлебе из муки грубого помола, отрубей и цельного зерна содержатся и пищевые волокна. Они способствуют нормализации работы кишечника, удалению из организма шлаков и токсинов, а также снижению уровня холестерина в крови. Теоретически отказаться от хлеба можно, если вы будете получать необходимые вещества из других продуктов питания. Но это не так легко, как кажется. Поэтому диетологи не рекомендуют полностью исключать хлеб из рациона. Чтобы не было вреда здоровью, нужно выбирать правильный хлеб. Во-первых, белый хлеб из муки высшего сорта рекомендуется употреблять лишь в подсушенном виде. А все остальные сорта допустимы. Можно употреблять хлеб, произведенный из ржаной муки или смеси ржаной пшеничной. А самые полезные сорта хлеба – это цельнозерновые с отрубями с различными хлопьями и натуральными добавками. Например, семечками или изюмом. Не зря человек может достаточно долго прожить, потребляя лишь один черный хлеб и воду. Есть, правда, и противопоказания. К примеру, при сахарном диабете потребление хлеба необходимо ограничивать. При язвенной болезни противопоказан хлеб из муки грубого помола. Кстати, сегодня выпускаются специальные сорта хлеба, которые можно потреблять больным людям. А можно выпекать хлеб самостоятельно. Ну а что касается лишнего веса, то он набирается от избытка мучного, а не от самого факта его потребления. Поэтому возьмите за правило съедать за один прием пищи не более двух кусков хлеба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова